На протяжении года программа «Наука Хакасии» рассказывала о научном сообществе Республики. В НИИ аграрных проблем занимаются исследованиями в сфере агротехники, почвоведения, животноводства, ветеринарии и сохранения биоразнообразия на территории Хакасии, Тувы и южных районов Красноярского края. Хакасский НИИ языка литературы и истории в этом году отметил 70-летний юбилей. За эти годы языковедами-историками и литературоведами Хакнияли проведены сотни исследований. В частности, во время этого летнего сезона научные сотрудники отдела языка продолжили комплексное изучение диалектов хакасского языка. В прошлом году это был Кызыльский диалект, в этом году ученые побывали в отдаленных селах Республики, где живут носители Качинского диалекта. Создан уникальный аудиофонд живой разговорной речи. Несколько передач были посвящены новым исследованиям археологов и вузовской науки. Сегодня о достижениях в научной сфере Республики в этом году расскажет министр образования и науки Хакасии Галина Салата. Здравствуйте, Галина Александровна. Как можно охарактеризовать научное сообщество и научный потенциал Хакасии в целом? В Республике действительно имеется достаточно богатый потенциал ученых. Научной деятельностью занимаются преподаватели вузов, которые расположены на территории нашей Республики. Есть у нас свой Республиканский институт, это Хакасский научно-исследовательский институт языка, лидературы и истории. И Институт аграрных проблем, который является структурным подразделением Российской Академии искусственных наук. В общей сложности у нас 420 кандидатов в наук и 79 докторов в наук. Хорошо. Как государство, в частности наша республика, поддерживает ученых Хакасии? У нас на территории Республики уже 4 года действует программа развития инновационной научной и научно-внедренческой деятельности. Это новая программа для нашей Республики, но самая главная ее цель – это поддержать именно ученых, поддержать научные исследования. Мероприятия этой программы самые разнообразные. Особой популярностью пользуются гранты на внедрение научных исследований в экономику, в социальную сферу. Кроме того, есть у нас конкурсы персональных грантов, имеются вот такие мероприятия, которые направлены на поддержку отдельных ученых. Так, например, выделяются средства на издание монографии. В 2014 году два ученых получили такие персональные средства на издание своих монографических исследований. Кроме этого, у нас есть замечательные такие мероприятия, как участие в конкурсах, проводимых российскими фондами. Это РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, и РГНФ – это Российский гуманитарный научный фонд. Мы каждый год участвуем в этих конкурсах. 50 на 50 идет софинансирование. И те проекты, которые мы предлагаем этим российским фондам, они, как правило, получают такую поддержку. 50% дает республика, 50% дают вот эти российские фонды. И это замечательно сказывается на результатах научных исследований. В Хакасии существует несколько признанных научных школ. Директора Хакнияли Валентины Тугужековой по отечественной истории, профессора ХГУ Владимира Удудова по физике твердого тела, профессора Ирины Пекарской по русскому языку, она много лет возглавляет десовет при ХГУ, и научная школа по ветеринарии профессора Виктора Чумакова. В частности, Виктор Чумаков со своими учениками много лет занимается разработкой авторских способов лимфотропной терапии. Лекарственный препарат попадает в лимфу, как бы обволакивает пораженный орган, не проникая в другие здоровые. Важно знать, куда сделать инъекцию. Для этого пришлось изучить строение лимфатической системы большинства домашних и сельскохозяйственных животных. Ноу-хау защищено патентами на изобретение. Следующий вопрос. Какие в этом году можно вспомнить знаковые события для научной жизни Хакасии? Я бы назвала самое знаковое событие. Это конференцию, которую проводили наш научно-исследовательский институт Хакни и Яли, посвященную своему юбилею, это 70-летие. Эта конференция была посвящена народам Сибири, Южной Сибири конкретно. Она пользуется очень большой популярностью. У нас были известные коллеги, ученые Казахстана, ученые Турции, ученые из разных уголков Российской Федерации, Тува, Бурятия. Очень много коллег, которые занимаются этой проблемой. В общей сложности было около 170 докладчиков, так как понятно, что за время конференции не могли выступить все со своими докладами. Часть из них была опубликована, стендовые доклады были. Но эта конференция очень знаковая, потому что она подводила итоги деятельности нашего института вот за время своей трудовой биографии. Какие основные направления научных исследований актуальны для Хакасии? Ну, они актуальны. Те исследования, которые сегодня востребованы нашей экономикой, нашей жизнью. Самые развостребованные исследования – это в области сельскохозяйственных наук, в области агропромышленного комплекса. Это исследования в области образования, в области культуры. Речь идет об этнокультурных исследованиях, об исследованиях языка, истории нашей родной Хакасии. Поэтому вот те самые проблемы, которые есть сегодня в республике, они, конечно, отражаются и в темах научных исследований. Они востребованы как через поддержку их, так и востребованы результаты их исследований для внедрения в практику. Галина Александровна, какие ученые получили в этом году грантовую поддержку по линии вашего министерства или, может быть, в рамках республиканской программы поддержки науки? Я бы, пожалуй, отметила тех ученых, которые у нас занимаются научными исследованиями в сфере языка, литературы и истории. Это ученые нашего Хакасского научно-исследовательского института и ученые Хакасского государственного университета. Кроме этого, это ученые, которые работают в Хакасском техническом институте. Если первая группа, которую я назвала, я уже сказала, это гуманитарии, то вторая группа — это исследователи в области тепловой энергии, это в области энергоэффективности. Это конкретно Валентина Николаевна Тугужекова, это нынешний директор Хакасского технического института, научный работник этого института, так назовем, Бабушкина Елена Анатольевна. Вот эти научные исследования получили особую оценку со стороны нашей комиссии. В Хакасе активно практикуются выездные формы встреч, семинаров молодых ученых под руководством признанных корифеев в своих областях. Министерство образования и науки материально поддерживает проведение таких летних школ. В этом году грант на проведение школы выиграла профессор, доктор филологических наук Альбина Леонтьевна Кошелева. Темой ее проведения была заявлена «Литература и культура Южной Сибири», взаимодействие тюркских культур, их влияние на современную национальную литературу. Это лишь некоторые темы лекций, которые прочитали ведущие ученые в этой сфере из республик Тыва и Алтай. Слушателями школы стали аспиранты и молодые ученые из Хакасии. Вот высоко оценятся в научной сфере различные международные конференции. Вот как в этом плане международное сотрудничество в науке Хакасии? За последние годы в этом направлении делается также очень много успешных таких шагов. Я бы отметила два наиболее важных, с моей точки зрения, события. Буквально полгода назад состоялась встреча у нас в министерстве с известным японским ученым, имя которого Асуюки Мараками. Этот человек занимается великим железным путем. Как и есть великий шелковый путь, точно так же он назвал раннюю обработку железа, именно дал такое определение, потому что он считает, что первая обработка железа была как раз на территории Хакасии. А затем через Китай, Монголию, через Южную Корею обработка железа пришла в Японию. И вот эти его научные исследования также пользуются очень большой популярностью. Мы подписали соглашение, что в 2015 году мы проведем такую конференцию на территории республики. Она будет международной. Вы понимаете, какой большой интерес будет у участников этой конференции, потому что тема очень-очень интересна. Кроме того, активно работает наш институт научно-исследовательский. Это с княжеством Монако. Известно, что в 2013 году состоялась встреча между принцем Монако и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И Монако предложили, чтобы в 2015 году был год России в их княжестве. Насколько мне известно о том, что сегодня готовятся соответствующие документы по этому поводу. И в связи с этим целый ряд мероприятий. Это в том числе различные выставки, находок археологических, различных исследований, которые размещаются на территории Франции. И в рамках ЮНЕСКО будут целый ряд мероприятий в этом направлении. Поэтому я бы вот эти два самых значимых таких события обозначила, которые имеют место быть и будут продолжены в 2015 году. В 2015 году в рамках грантов РГНФ будут финансироваться исторические, филологические и социологические исследования. Запланировано проведение международной научной конференции по древней металлургии Хакасии. А Министерство образования и науки продолжит финансовую поддержку молодых ученых и самых важных направлений научных исследований. РГНФ 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 РГНФ